Я устал бояться. Достала тревога. Стыдно признаться, но борюсь с чувством вины уже годами и мучаюсь от этого чувства. Вот всякие такие подобные запросы часто приходится слышать психологу на сессиях с клиентами. И буквально на первых сессиях бывают клиенты говорят, пожалуйста, избавьте меня от вот этой эмоции или от вот этого чувства. Стоит ли избавляться или стоит как-то наладить отношения с эмоциями? Тема сегодняшнего видео. Меня зовут Игорь Семенеченко. Я практикующий дипломированный психолог. Работаю в основном в рамках когнитивно-поведенческой метакогнитивной схемотерапии. Наверняка многие из вас уже посмотрели мультфильм «Головоломка-2» или, может быть, смотрели предыдущую часть, первую. И там довольно неплохо показано, что нет плохих эмоций. Есть эмоции, которые нам, так сказать, мешают иногда определенные действия совершать, жить в соответствии со своими ценностями. И в конце концов, когда некой доминантой начинают становиться одни из эмоций, а другие подавляться. Хотя мне не очень нравится слово «подавление эмоций». Сейчас в популярной психологии как-то извращено немножко, но суть в этом. Я надеюсь, вы уловили. Если смотрели мультфильм, здорово. Если нет, посмотрите, рекомендую. Изначально вообще-то эмоции-то нам были дарованы эволюцией, как друзья, как верные соратники, сотоварищи, которые нам должны помогать. Но иногда так получается, что эмоции становятся нам врагами и мешают жить, обедняют нашу жизнь, делают нас менее свободными. Давайте разберемся, когда это происходит и почему. В одном из предыдущих видео я рассказывал про протокол СМР. Что это за такие четыре загадочные буквы, вы можете узнать в одном из моих предыдущих видео. Но давайте сейчас расшифрую. Чего-то маркер решил перестать писать. Это у нас расшифровывается очень просто. Это ситуация, мысль, эмоция и реакция. И сегодня мы как раз поговорим про в основном эмоции. Хотя до этого говорили мы про мысли. Итак, эмоции. Если не углубляться в историю психологической науки, в нейрофизиологию и прочей премудрости, совсем просто можно сказать так, что эмоции – это стимул к тому, чтобы мы как-то отреагировали на сообщения из внешней или из внутренней среды. Все равно как-то я загнул. Смотрите, то есть это некая такая вывеска danger, которая загорается в определенный момент. Допустим, вы голодны. Как вы об этом узнаете? По определенному чувству голода, назовем так, состоянию в организме. Или, например, вы собирали малину, раздвинули куст, ветки, а там медведь, который тоже ел с удовольствием малину. И вдруг вы пугаетесь, вы испытываете страх и соответствующие ощущения в теле. И как бы любая эмоция нас двигает, да, говорит, двигайся в сторону, и допустим, если это страх, то двигайся в сторону безопасности. Если это обида, двигайся в сторону справедливости. Сейчас объясню, как это работает. То есть, когда нарушается наша безопасность, появляется страх, допустим, надо бежать от медведя, нападать можно еще на медведя, попытаться ему по мордасам додавать, либо упасть, притвориться мертвым и активно начать пованивать, чтобы, да, медведь подумал, что можно пока погулять, пока мы начнем там немножко подгнивать, чтобы потом полакомиться нами. То есть, все просто. Эмоция, ну, можно запомнить, да, как моушен от английского, движение, она нас подталкивает к движению куда-то, к чему-то или от чего-то. Чувство голода – поеди, найди, поесть. Чувство страха – убеги куда-нибудь в безопасное место. Нарушили справедливость по отношению к вам, по вашим критериям, системе координат, чувство обиды. Чувство вины – это когда вы по своим критериям нарушили справедливость по отношению к другому. То есть, если вас обидели, нужно как-то сказать, что это несправедливо, да, вообще-то, как-то возмутиться и, может быть, как-то восстановить справедливость. Если вы кого-то обидели, чувство вины вас мучает, извиниться, сказать мне жаль, как-то исправить это положение дела и так далее. И каждая эмоция, по сути, привязана к какому-то, можно сказать, поведению, действию и также к ощущениям в теле. Но когда эмоция из друга становится нам врагом? Я опишу несколько критериев, которые вам могут подсказать, что эмоция что-то как-то шалит и мне мешает нормально жить. Опять же, можно вспомнить мультфильм «Головоломка», когда я бы сказал на примере её, на этого мультфильма, что у нас эмоции появляются не в то время, не в тот момент. Давайте так это и назовём, да? Не в тот момент. Не в тот момент. То есть, допустим, одно дело, если я встретил медведя в лесу и тут адаптивно испытать страх и куда-нибудь убежать. Но если я вот сейчас хочу записать видео, стою возле доски, представляю вас, дорогие зрители канала «Меднаука», и испытываю те же чувства, что и при встрече с медведем. И мой организм говорит, давай быстрее в туалет, опорожни кишечник и линяй отсюда куда-нибудь, чтобы на тебя не обрушилась, не знаю, какая-то история с буллингом и плохими комментариями. Ну, допустим, да? Это не адаптивно. Не в тот момент появилась эмоция. Медведя нет, а чувства в организме, ощущения, прямо как при встрече с медведем. Не в тот момент. Есть другой критерий. Второй – это продолжительность. Не та продолжительность. Не та продолжительность. То есть, допустим, уже какое-то действие было совершено, уже все это прошло, уже все как-то там замялось, уже извинились, может быть, какой-то поступок совершили не очень хороший два года назад, извинились, сказали «мне жаль», деньги отдали и так далее. Но до сих пор мучаетесь чувством вины. Или страх, посттравматическое стрессовое расстройство. Может быть, что еще можно вспомнить такое? Обиду какую-то держите уже там 2-3 года и все никак вас не отпускает. По сути, руминации бесконечные, перемалывание, мыслительные жвачки, пережевывание и так далее. То есть, не та продолжительность. Вы слишком долго это испытываете. Не адаптивно. Тут все это объединяется одним важным таким словом адаптивность. Адаптивность. Или адекватность, можно еще сказать. То есть, неадекватно. Адекватность. Неадекватно внешней или внутренней среде. Допустим, самый простой пример. Вы хотели поесть, поели, но все равно чувство голода. Вы еще поели, все равно чувство голода. Вы еще поели и так далее и тому подобное. Возможно, у вас нарушения просто какие-то в организме, что вы не перестаете чувствовать голод. То есть, не та продолжительность. Третий. Не та интенсивность. Не та интенсивность. То есть, допустим, перед публичным выступлением или вот сейчас, перед записью этого видео, волновался ли я? Ну, немножечко волновался. Ну, думал, чтобы все тут хорошо, красиво написать. Маркеры, чтобы не подвели. Вот один меня черный подвел. Чтобы как-то с первого раза все нормально записать, потому что это вот у меня второй или третий дубль, уже я запутался. Хочется, чтобы сейчас все удалось. Ну, такая небольшая тревога, которая мне помогает собраться, мысли свои в кучку как-то привести, собрать по порядку, по полочкам разложить. И как-то вот неплохо себя вести на камеру, в конце концов, улыбаться за жестами, следить и так далее. Сфокусироваться. Но если бы у меня была не та интенсивность, если бы у меня тревога была излишняя, я бы, скорее всего, не смог сейчас так спокойно это все записывать. Важно понять, что все это может и в другую сторону быть неадаптивным. Допустим, это может быть не слишком интенсивно. То есть, не очень нормально, если вы плаваете рядом с крокодилом и радуетесь жизни, веселитесь и не ощущаете, что вообще-то он может вам ногу откусить. Или не та продолжительность, то есть, когда вы резко испугались медведя в секунду, а потом перестали его бояться, пошли к нему обниматься. Кое, конечно, сложно представить, но то есть, тут и в плюс, и в минус это не очень адаптивно. В этот момент эмоции становятся нам врагами, а не друзьями. Ну и, наконец, четвертое, странное, наверное, самое, я бы назвал это так, не та эмоция. Не та эмоция. То есть, по сути, это вообще что-то странное происходит, да? Я должен сейчас радоваться, а я что-то как-то расстроился. Я должен сейчас собраться, тревожиться так немножко, собраться, а я, наоборот, не знаю, раскис, загрустил или какую-то агрессию ощущаю. Ну, всякое может быть у людей. И тут важно отследить почему. И чтобы отследить почему, мы как раз и используем чаще всего протокол СМР, о котором я... О котором, вот видите, я бы сейчас мог все отключить к чертовой матери. Плюнуть, разнервничаться. Сказать, ну как так вообще? Я же готовился. Ну, ничего страшного, подниму маркер, все будет хорошо. Смотрите, вот М – это и есть мысль, да, в ответ на которую у вас может быть не в тот момент эмоция, не ту продолжительность выдавать она может, не ту интенсивность и вообще не ту эмоцию. Именно вот здесь можно это отследить и посмотреть, какая ситуация и мысль о ней вызвали неадаптивную, неадекватную эмоцию по своей интенсивности, по своему тону, по своему окрасу, да, по своей продолжительности и, в конце концов, по возникновению, по моменту, когда она возникла. И СМР нам в этом помогает. Так что давайте закрепим, закрепим, да. То, что эмоции для нас вообще-то друзья. И даже вот если почитать Роберта Лихи и его теорию эмоциональных схем, даже такие эмоции, как ревность или зависть, они тоже имеют свою функцию. Да, ну, например, давайте зависть возьмем. Я что-то вижу у кого-то, у кого-то что-то есть, а у меня этого нет. И мне очень хочется этого. И зависть мне, по сути, помогает это понять, что мне вот это очень нужно. И я могу это вычленить и попытаться в своей жизни это получить. Так что, если так посмотреть, в целом даже те какие-то заведомо предполагаемые негативные эмоции нам для чего-то нужны. И от них избавляться не стоит, а иногда даже небезопасно. Избавляться, например, от страха, тревоги, чувства вины или чувства боли. Боль тоже в целом-то нужна, а то ногу сломаешь и ходишь, даже не зная, что сломал ногу, допустим. Странный какой-то пример, но, в общем, я думаю, вы поняли. Итак, друзья, эмоции нам друзья, извиняюсь за дефтологию, но они могут стать нам врагами. Поэтому замечайте в своей жизни, когда эмоции вам мешают, а не помогают. И если у вас получится, можно вот это мешание превратить в помогание. То есть можно отследить, когда они появляются, как долго они длятся, насколько сильно и вообще теле эмоций появляются. И попробовать здесь осмыслить это, переосмыслить, я бы даже сказал. Что за ситуация, какие у меня мысли по этому поводу. А значит, будет у меня другая эмоциональная реакция, если я изменю мысли, отношения, убеждения. И значит, далее будет проще поступать так, как я хотел бы поступать в этой ситуации. Например, несмотря на упавший маркер, вылетевший у меня из руки, да. Довести это дело до конца и видео снять. Если же у вас не получится, обращаясь к специалисту, психолог с этим может помочь. Если у вас появились какие-то вопросы, трудности с выполнением вот этой вот схемки, или может быть у вас есть какие-то вопросы по каждому пункту, пожалуйста, напишите в комментариях, я постараюсь ответить. Если нет, то расскажу о чем-нибудь связанном с этим. В своих будущих видео прощаюсь с вами, подписывайтесь на канал Меднауки. Увидимся в следующих видео. До свидания. Продолжение следует...